Послушайте, когда мы попадем на небо, искупленное Христом, мы не будем сидеть где-то в уголке и говорить, «О, мне так стыдно, я не должен здесь быть, я буду просто сидеть где-то в тени». Вы попадете туда лишь в том случае, если вас сделали достойными этого. А достойными вас может сделать только искупление Иисуса Христа. Не ваши дела и поступки, а то, что Христос сделал для вас. Понимаете? Искупление — это акт возвращения чего-то или кого-то, кто был уцерен путем уплаты выкупа за его возвращение. Мне нравится это определение. В нем много букв «У». Это акт возвращения чего-то или кого-то, кто был уцерен путем уплаты выкупа за его возвращение. Это определение искупления. Сегодня я расскажу вам о том, что люди могут быть искупителями. Мы можем искупить или выкупить кого-то из определенной ситуации. А еще искупление — это божественные понятия и божественный принцип. Это изначально Божья идея. Кстати, в первое слово «искупить», «искупитель» или «искупление» встречается в Библии, в книге «Бытие», но не в 45-й, а в 48-й главе. И сейчас я это вам покажу. «Бытие», 48-я глава, 15-й и 16-й стихи. Это самое первое упоминание «искупление» в Библии, 15-й стих. «Иаков благословил Иосифа и сказал, «Бог, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак». Вот здесь на минуту, пожалуй, остановимся. Я хочу, чтобы все отцы сейчас послушали меня. Я хочу, чтобы наши с вами дети могли сказать о нас так. «Бог, перед которым ходил мой отец». Не чей-то, а мой отец. Наши дети должны знать, что хотя мы во многом несовершенны, но мы стараемся ходить с Богом. Именно об этом говорит здесь Иаков. «Бог, перед которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак. Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня. Ангел, избавляющий меня от всякого зла». А в английской Библии сказано «искупивший». Он называет здесь Бога ангелом. Бог и правда приходил к нему как ангел, но он также называет его ангелом, искупившим его от всякого зла. То есть тут, в Бытии, 48 главе, Бог назван искупителем. Слово, которое переведено как «искупить» или «искупитель», это еврейское слово «гоэл». Оно говорит о том, кто проводит искупление, то есть об «искупителе», напоминая «гоэле». Более ста раз это слово используется в Ветхом Завете, и почти всегда речь идет о Боге. Человек тоже может искупить кого-то или что-то, но это слово в основном используется в Библии не по отношению к людям, а по отношению к Богу. Бог искупил Иакова. Мы только что читали об этом. Бог искупил псалмопевца из 102-го псалма. И еще один пример из Ветхого Завета, где говорится о Божьем искуплении, это искупление израильского народа. Конечно же, из египетского рабства. Исход 6.6. Легко запомнить. Итак, скажи сынам Израилевым, «Я, Господь, и выведу вас из-под игои египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу, или искуплю вас, мышцею простертую и судами великими». Снова и снова, в истории с Иаковом, в псалмах, в Исходе, Библия говорит нам о божественном принципе нашего Бога, где Он выступает нашим искупителем. Он искупил нас из нашего разбитого и потерянного состояния. Он искупил нас из разрухи и плена. Он наш искупитель. Бог настолько посвящен этой идее искупления. Он настолько горит тем, чтобы люди могли быть искуплены, что в Своем Слове Он даже представил метод или план, с помощью которого одни люди могут заниматься искуплением других. Конечно же, речь не идет о духовном искуплении или о спасении, а об искуплении людей из тяжелых ситуаций, но все же это есть в Писании. Запишите себе где-нибудь, и вы можете прочитать это дома. Книга Левит, 25 глава. Там вы найдете закон искупления. Вот в чем суть этого закона. Если кто-то в Израиле окажется в тяжелой ситуации, предположим, что вы еврей, который живет во времена Моисея, во времена закона, и у вас финансовые трудности. Вы не можете оплатить свои счета. В те дни, если вы не могли оплатить свои счета, то вам не просто звонили коллекторы или портилась ваша кредитная история. Кредиторы приходили за вами и забирали вас в рабство. Вас забирали в рабство. Как в армию. И благодаря вашему многолетнему труду, а иногда и труду ваших детей, вы расплачивались долгами. Если с вами такое случилось, то, согласно книге Левит, 25 главе, у вас есть шанс, что кто-то может искупить вас. Но, читая Левит, 25 главу, вы заметите, что к любому искупителю было три основных требования. Иными словами, чтобы кто-то смог стать искупителем вашего имущества или вас самого, он должен отвечать следующим требованиям. Во-первых, это должен быть ваш родственник. И искупителем может стать не каждый. Это должен быть брат или какой-нибудь другой близкий кровный родственник. А почему же близкий родственник? Чтобы такие ситуации не стали возможностью для инвестиций для тех, кто увидел хорошую сделку и решил завладеть этим имуществом. Имущество должно было остаться в семье. Во-вторых, искупителем или Гуаэлом мог стать только тот родственник, который имел средства, и при этом хотел потратить эти средства, чтобы искупить ваше имущество или вас лично нельзя было потребовать у родственника искупить другого родственника. Это должно было быть добровольно. Только так становились искупителями. Ну и в-третьих, это идет уже немного дальше самого выкупа, этот искупитель должен был иметь желание и готовность и дальше защищать это имущество и эту семью. Иными словами, он не мог просто искупить их, а потом они со временем снова вернулись бы в рабство. Этот родственник должен иметь желание и возможность искупить их, а потом он должен был защищать их и их имущество. То есть, когда имущество или человек были искуплены, искупитель обещал с того момента постоянную защиту, то есть это постоянное искупление. Итак, учитывая все это, я хочу сказать, что отношение Бога к искуплению, искуплению людей, их имущества и репутации является прекрасной иллюстрацией Божьего сердца, и оно стало основанием для нашего искупления в Господе Иисусе Христе. Для нас суть искупления не в возвращении имущества, аминь, и даже не в свободе от рабства. Для нас суть искупления в прощении грехов и вечных отношениях со всемогущим Богом, которые недоступны нам никаким другим способом. Искупление — это Божья концепция, Божья идея. Но в Ветхом Завете это было лишь прообразом величайшей истины. И речь не о Воозе или Руфе, а об Иисусе Христе. Запишите это себе. Христос — наш Искупитель. Аминь. Христос — наш Искупитель. Кстати, если рассматривать все три требования к Искупителю из Левит 25 главы. Во-первых, Искупитель должен быть ближайшим родственником. Если вы меня слушаете, скажите аминь. На этом вы знали, что Иисус стал нашим ближайшим родственником, когда оставил небеса, оделся в плоть и пришел сюда. Он стал таким, как мы. Зачем? Чтобы Он мог искупить нас. А еще, Искупитель должен быть близким родственником, у которого есть возможность и желание искупить. Библия говорит, что Иисус смог искупить нас благодаря Своему богатству. Речь идет о золоте или о серебре. Да не о том и не о другом. Нет. Благодаря богатству Своей праведности. Он был совершенно праведен и мог искупить нас Своей праведностью. А еще Он хотел это сделать. Он сказал, «Никто не может забрать мою жизнь. Я отдаю ее добровольно». То есть, Он был ближайшим родственником, который мог и хотел искупить нас. А затем этот Искупитель должен защищать тех, кого Он искупил в будущем. Библия говорит, что Иисус живет вечно и вечно ходатайствует за нас. Он наш великий первосвященник на небесах. Иисус – идеальный Искупитель. Аминь. Он может и хочет. Он ближайший родственник, который после Искупления будет защищать нас вечно. Вот в чем смысл этой библейской идеи об Искуплении. Бог хотел, чтобы мы с вами были искуплены по благодати Иисуса. Библия очень много говорит об этом. Мы еще дойдем до Бытия 45 главы. Я вам обещаю. Но сперва давайте очень быстро откроем послание Колосиным. Я хочу, чтобы вы это увидели. Нам важно понимать, в чем суть искупления во Христе. Итак, Колосиным 1 глава 12 стих. Оно идет сразу после послания к филиппийцам, там еще и Фейсинам, Галатам и Коринфинам. Где-то между ними вы найдете послание к Колосиным. Итак, 1 глава 12 стих. Благодарите Отца, Который сделал вас достойными получить часть в наследии святых во свете. Вот так заявление. Ну а дальше сказано, Он избавил нас от власти тьмы. То есть, есть царство тьмы и царство света. Есть вечная смерть и тьма и вечная и вечная жизнь и свет. Есть вечное отделение от Бога во внешней тьме, есть вечное воссоединение с Богом в свете его жизни. И в 13 стихе сказано, Он избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство своего любимого сына. Но Он привел нас туда не для того, чтобы мы, сгорая от стыда, прятались в углу. Давайте посмотрим это место еще раз. Благодарите Отца, Который сделал вас достойными. Он сделал нас достойными. Получить часть в наследии святых во свете. Послушайте, когда мы попадем на небо, искупленное Христом, мы не будем сидеть где-то в уголочке и говорить, о, мне так стыдно, я не должен быть здесь, я буду просто сидеть где-то в тени. Вы попадете туда лишь в том случае, если вас сделали достойными этого. А достойными вас может сделать только искупление Иисуса Христа. Не ваши дела и поступки, а то, что Христос сделал для вас. Понимаете? Он сделал вас достойными. Мы не сможем сами себя похлопать по плечу за свои заслуги. Нет, тут речь не об этом. Нас сделали достойными. Его дела не наши. Итак, благодарите Отца, который сделал вас достойными. Он избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство своего любимого Сына, через жертвенную смерть которого мы обрели искупление. Вот это слово. Прощение грехов. Вот что сделал для нас Христос, и вы должны знать, что это может быть ваша история. Вы можете быть достойными оказаться на небе, вечно обитать в Божьем свете, как тот, чьи грехи были прощены. Неважно, какое у вас было прошлое, и какой у вас большой багаж прошлых ошибок и грехов. Вы никогда не сможете заплатить за это сами. Что бы вы не потеряли, все это может быть искуплено кровью Иисуса Христа. Вот в чем суть искупления. Вы также должны знать, что все люди имеют право на искупление. Каждый может получить искупление. Вы можете быть искуплены. Я могу быть искуплен. Даже самый ужасный человек, которого мы можем представить, может быть искуплен. И даже братья Иосифа из Бытия 45 главы имели право на искупление. Мы поговорим о сути нашего искупления на примере истории Иосифа и его братьев. Вы ведь знаете, кто такой Иосиф? Я вам его еще не представил. Вы же знакомы с Иосифом, не так ли? Иосиф это правнук Авраама, внук Исаака и сын Иакова. Вы помните этих патриархов? Авраам, Исаак и Иаков. Имя Иакова было изменено на Израиль и двенадцать с колен Израиля пошли от Иакова. Так и появился израильский народ, а Иосиф был сыном Иакова, предпоследним, почти самым младшим его сыном. В результате целой череды божественных встреч, случаев и благословений в начале 45 главы Бытия Иосиф становится вице-регентом всего Египта Великой Египетской империи, величайшего царства того времени. И там Иосиф стал вторым человеком после фараона. Он был вице-фараоном. Это было место несказанной власти и богатства. И на это место попал тот самый Иосиф в Бытие 41 главе. Рассказывается, как именно он туда попал. Давайте-ка я быстренько прочитаю вам эту историю, если вы вдруг запамятовали. Итак, Бытие 41 глава, 40 стих. «Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой». Только престолом я буду больше тебя, и сказал фараон Иосифу, «Вот, я поставляю тебя над всею землею египетскую». И мы с вами уже говорили о том, как именно это случилось. Многие из вас знают это. Благодаря великому Божьему вмешательству Иосиф смог занять такую высокую и важную должность. А его десять братьев в главах 41, 42 и 43 приходят к нему, чтобы купить немного зерна. Они его не узнали, потому что не видели его 20 лет. Они не знают, что он чуть ли не видце фараон всего мира, но приходят к нему купить немного зерна. Он узнает их, а они его нет. И после некоторых событий Иосиф открылся им и искупил их. Искупление Иосифом его семьи — это прекрасный прообраз нашего с вами искупления в Иисусе Христе. Вам нравится эта история об Иосифе? Она просто невероятная. Давайте вспомним ее. Начнем с тяжелой правды, с греха, разделившего их семью. Грех, разделивший их семью, был таким. Итак, это третья и четвертая стихи. Иосиф дважды говорит своим братьям, что это он. И вот вам третий стих. «И сказал Иосиф братьям своим, я Иосиф». Но братья его не могли отвечать ему. «И сказал Иосиф братьям своим, я Иосиф брат ваш». Уточнение, я Иосиф, это я Иосиф брат ваш. Затем идет еще одно уточнение. Когда он произносит эти четыре слова, я Иосиф брат ваш, они наводят ужас на его братьев из-за этих четырех слов. Я Иосиф брат ваш. Они столкнулись с тем, с чем уже не ожидали столкнуться никогда, а именно с напоминанием об их грехе, их преступлении против Иосифа, когда ему было всего 17 лет, за 22 года до этого. В третьем стихе сказано, «И сказал Иосиф братьям своим, я Иосиф». Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. Еще бы, очень сильно смутились, я сказал, если быть точнее. Они очень смутились, когда поняли, что перед ними Иосиф и теперь он не просто надменный 17-летний пацан, которого они когда-то бросили в яму, еще бы, а вице-президент всего мира, вице-регент Египетской империи. Они напуганы до смерти, они дрожат от страха. Это слово означает, что они буквально застыли от ужаса. Они продолжали жить своей жизнью после того, как 22 года назад продали его в рабство, а сейчас они стоят перед ним, а в его руках огромнейшая власть. Можно понять, почему они задрожали от страха, когда поняли, что он жив. Кстати, а вы знали, что все мы с вами находимся в таком же перед Богом, как те братья перед Иосифом. Без благодати Иисуса, без искупления мы стоим перед Богом, сильно согрешив против Него, а Он судья всей земли. И как и они, мы тоже должны быть в ужасе в Его присутствии из-за нашего греха. В 45-й главе Бытия, в 4-м стихе, Иосиф говорит так, «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет». Он напоминает им о грехе, разделившем их семью. Обратите внимание на то, как Иосиф смог справиться с обидой на них. Он справился с обидой на них. Помните три требования к Искупителю? Он должен быть родственником. Искупить не мог никто, кроме близкого родственника. И в 4-м стихе Иосиф отвечает этому требованию. «Я, Иосиф, брат ваш». И как их брат, он имеет право искупить их. Далее, второе требование к Искупителю. Он должен иметь возможность и желание искупить. 45-я глава 8-й и 9-й стихи Бутея. «Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской, Бог поставил меня господином над всем Египтом. Он их брат. У него есть возможность и желание искупить их». И далее, третье требование к Искупителю. Он должен стать их защитником и обеспечителем в будущем. Но хочет ли Иосиф пойти на это? Посмотрите на 10-й и 11-й стихи. «Идите скорее к Отцу моему и скажите ему, приди ко мне, немедли. Ты будешь жить в земле Гесем, и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой и все твое, и прокормлю тебя там». Они согрешили, они совершили преступления против него, они совершили великий грех по отношению к нему, а он стоит перед ними, ближайший родственник, который может и хочет, и обещает не только помочь им сейчас, но и защищать их, и помогать им дальше. Он имел власть, скажите, власть, он имел власть искупить их. Напоминаю, что это мощный прообраз нашего с вами искупления. А затем мы видим прекрасное воссоединение, которое стало результатом искупления. Прекрасное воссоединение. Мы уже читали ранее, что Иосиф заплакал, но он не мог сдержаться. Ненавижу эти моменты, когда я пытаюсь не заплакать, но ничего не получается. Он старался сдержаться, а потом закричал, «Уходите все отсюда!» Он выгнал всех своих слуг и остался наедине со своими братьями. И он заплакал, залился слезами. «Я Иосиф, брат ваш». И наступил момент, когда они не знали, что их ждет, суд или искупление. Но когда он предложил им искупление, был один интересный момент. 22 года назад эти люди сидели рядом с ямой, куда они бросили своего 17-летнего брата Иосифа. И пока он плакал и просил о пощаде, они обедали. Так сказано в бытии. Они ели свой обед, пока он кричал и плакал. Они ушли с того места, пересчитывая серебро, а его увезли в клетки в цепях и оковах, чтобы сделать его рабом в Египте. И они молчали об этом, пока их отец чуть не умер от горя из-за потери своего сына, которого он считал мертвым. Я думаю, что эти братья не заслужили ничего, кроме жестокой и безжалостной мести со стороны правителя Иосифа. Но получили они отнюдь не то, что заслуживали, а наоборот искупления. Поэтому, друзья мои, все мы заслужили одну и ту же участь. Каждый из нас не заслужил ничего, кроме жестокого и безжалостного гнева всемогущего Бога. Наши грехи против Бога куда хуже, чем грехи этих братьев против Иосифа. Как же это возможно? Я же никого не кидал в яму. Я никого не продавал в рабство. Никому не говорил, что их ребенок умер, когда это было не так. Я никогда не делал ничего подобного. Но вы согрешили против куда более великой личности, чем они. А, кстати, зло, ненависть и самоправедность в их сердцах, которые подтолкнули их к тем действиям, также обитают и в наших сердцах и подталкивают нас ко всем нашим грехам против Бога. И так же, как и они, мы не заслужили ничего, кроме безжалостного гнева Божьего, но во Христе Он предлагает нам искупление. Искупление означает выкупить, взять то, что было разделено и соединить это вместе. И кем бы вы ни были, и какими бы ни были ваши ошибки или ваше прошлое, вы можете получить искупление. Бог любит вас, и Он желает искупить вас для Себя. И через Своего Сына, Иисуса Христа, Он заплатил цену за ваше искупление. Поэтому я рекомендую вам доверить свою жизнь Иисусу Христу. Воззовите ко Христу, и вы будете искуплены от своих грехов. Можно я помогу вам в этом? Для этого напишите мне по этому адресу «Я помогу вам принять искупление от Бога». До встречи в программе «Вечная истина». Субтитры создавал DimaTorzok» Субтитры создавал DimaTorzok